Всем большой привет, друзья! Мы едем в ЦУМ. Едем в ЦУМ для того, чтобы купить маме пальто, потому что похолодало. Мы сегодня с ней с утра съездили сдавать анализы. Боже мой, как холодно! Говорю, все, поехали утепляться. Хотя потом посмотрели погоду, вроде бы потепление будет на следующей неделе. Как вы тут сидите? Все нормально? Доминик там. Доминик, привет! Бабушка Вера. На руки? Нет, ты там сиди. Пристегнись давай. Хорошо, сейчас пристегнуть. Папа злой. Папа за рулем, сказала, пристегнулся. Все, сыночек, едем в ЦУМ. Стефанию оставили дома, она с нами не захотела ехать. Я, говорит, тут с другом своим встречаюсь. Мы договорились поиграть, поэтому мы ее оставили. Да, интересно, с пацанами играть, а не сходить с бабушками под СУМ и мамами. Ну да, правда, жизнь. А мы с Домиником поедем в парк погуляем под дождем. Так дождь! Видишь, какая погода? Дождь идет. Когда еще под дождем погулять, кроме как сегодня и не осень? Ты вот в последний раз когда под дождем гуляла? Никогда. Только куда-то, я под дождем не помню, когда гуляла, только куда-то бежишь, что-то делаешь. Еще хотела, знаете, вам что сегодня рассказать? Это мне все навеяно тем, что мы сейчас ездили по городу и искали сдать ПЦР-тест. Почему искали? Потому что нужно конкретной дате, чтобы он был готов. А в поликлинике позвонила, уточнила, мне тут дали направление его пройти, но он изготавливается в течение трех дней. Трех дней говорят, ну может быть успеет, а может быть успеет. Меня вариант не устраивал абсолютно, потому что во вторник утром он должен быть у меня 100% на руках. Обзвонила, поверьте, ни одну клинику. Влады отказали. Сказали, что мы делаем только по договору, кто у нас обслуживается. Винвитро была ближайшая запись только на понедельник, то есть мы там точно не успевали, не захотели рисковать. И во всех государственных тоже мы ни по времени никак не успели, куда не позвонила. И мы смогли в Синлабе заказаться. Кстати, вот из этих центров, сейчас я во многих медицинских центрах бываю, отмечу, что там все противоковидные меры соблюдаются больше всего. Очень приятная атмосфера, и ты даже как-то центру больше доверяешь. Там при входе все закрыто, только по звонку вход. Но это мы были на Тимирязево, может быть других и по-другому. Но именно там так происходило, соблюдаются строго все правила. Это дистанция, это маски, измерение температуры. Не формально, а все соблюдается. И тут же еще в ходе этого, я вчера была на тренировке, и девушка-тренер говорит, ну я вот переболела ковидом недавно. Я говорю, а как вы переболели, тяжело, легко перенесли. Она говорит, а вы не поверите, я даже не знаю, что я болела. Представляете, к ней приехала родная сестра, и она пошла сдавать на тест на антитела, потому что до этого болела, где-то в феврале, говорит, очень тяжело, и хотели узнать, какая сейчас обстановка. Она просто за компанию пошла и узнала, что у нее антитела просто зашкаливают. И говорят, вы что, у вас там очень высокие показатели. Кстати, самый информативный анализ отметила, именно кровь из вены. Сдаем и там проверяем эти антитела. Так вот, оказывается, можно переболеть вообще без одного симптома. Никакого, говорит, я понятия не имею, когда я болела, как болела. Вот и такое тоже бывает. Думаете, размер сложно найти? Коротковатый, правда? Да. Рукав коротковатый. Надо смотреть вот-таки побольше. Да, побольше надо. Что-то такое хотел, но я бы хотела еще и с капюшоном, конечно. Сейчас посмотрим. Мне надо чуть-чуть побольше. Рукава коротковатые. Да. Хочется рукав. Так оно нормально вот тут? Сейчас твой подходит. Да, 52 размер подходит, но вот надо только рукав подлиннее хочется. Это мы смотрим Саваж. Пуховички. Вот оно тебе по плечам, конечно, хорошо село. Да я скажу, сколько он по цене. Подожди, сейчас мы снимем. Вот его стоимость. Сейчас другое стоимость еще посмотрим. Это такой же, но в другом цвете. Вот как-то мне он больше по цвету нравится. Он. Пальто. Оно. Оно как на захлест, мама. На захлест идет. Видишь? Вот тут на захлест оно. Вот. Да, маловато. Да. Вот сюда должна. Ну. Не-не-не. Не. Это не. Не. А если сюда? Не-не-не. Оно на захлест должно быть. Да. Да. Нет. Вот смотри. Тот же, кажется, размер, а он меньше. Ну. Не садится так, как надо. Тут вариант лучше сел. Давай другие посмотрим. А эти пальто, что вы думаете, по 800 с чем-то рублей, под 900. Померяем размер, глянем, как он будет. Ну что, размер подходит тебе? Не, не знаю. А, ну застегни, попробуй. Аккуратненько попробуй его застегнуть. Тут, конечно, так неудобно мерить. Это просто ужас. Налепили, налепили. Где тут стать его померить? Нету места. Давай. Аккуратненько. Ну, размер хорошо. Ну, рукава тоже такое ощущение. Здесь рукава тоже хорошая. Угу. Такое вот. Ой, чуть бы сама не упала. Даже посмотреть плохо. Ну, вот это, конечно, то, что надо. По размеру. Точно тепло и с капюшоном. То, что мне хотелось маме. Надо сейчас уточнить. Но они полны. Я знаю, что, может, есть скидка какая-то на них. Полная стоимость. Это очень дорого. 888 рублей. Это очень дорого. Ну, красиво, да? Правда. Тут уже ничего не скажешь. Оно выглядит симпатично. Сейчас я посмотрю, есть ли на него какая-то скидка. Может, оно немножко дешевле будет. Да. Так, нам подсказали. Оно, вот смотрите, немножко дешевле. Это за 800, но еще скидка действует. И будет его цена 560 рублей. Чистка, стирка. Да. Стирать тоже можно. Ну. Мама, давай. Бесомое, хорошее. Главное, оно тебе подходит. Подходит. Да. И оно же невесомое. И с капюшоном, как я и хотела. И по длине хорошо. Все, мамочка, давай я его куплю и не будем... Нет, нет на этом, на капюшоне. Ну. И цвет красивый. И цвет красивый. Все хорошо. И подошло оно тебе. В общем, его и купим. Все. Заберем и все. Шапку купили, перчатки купили. Решили еще обувь посмотреть. Под новое пальто надо обувь симпатичная. Давай. Вот такие мы решили. Я захотела цветные. Не черные, цветные. Мне кажется, будет хорошо смотреться. Вот ботиночки. Все. Садись, чтобы тебе было удобно. Да. Садись, садись. Давай я их сюда поставлю. Садись, надевай. Ну, по размеру все красиво, да. Все, видишь? Боком стань, покажись. Ну, этот шнурок можно есть и что-то еще не отпустить. Вот все дело. Если мне эту новую подогнать, то это без вопроса, что у меня она свободная. Боком стань, я посмотрю. Вот так. Где он? Сыночек, иди сюда. Папа оставил тебя и пошел. Вот этот папа, конечно. Вообще скажи. Привет, малыш. Привет, моя радость. Привет. С той стороны, смотрите, сколько еды папа нам накупил. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сумка еды. Целая сумка еды. Какая. Оказывается, да? Выгодно. И сколько ты денег отдал? 40 рублей. 40? Да. Ну, так нормально. Еды вон два пакета. Посмотрим дома, что там. Все, быстренько домой едем, да? Быстро домой. Напали на пакеты с едой. Надо посмотреть, что у нас здесь. Что это? Вау, гречка с котлетой. Доминик, смотри, как красиво. Гречка и котлета. Здесь супы. Супец какой? Шавли, из шавля? Шавелиный суп. Два супчика, один бабушке, один два. Наполеон. Прячете наполеоны. Это потом. Так, вот это наполеон для сыпания. Что, сыночек, там соусы разные, да? Это соус такой ты нашел. Соус. Сейчас только тебя переоденем. Это салат капустный. Гречки много, да? Гречка просто с разными. Нам в прошлый раз понравилась гречка, так мы теперь накупили гречки много. И вот, гречка снова с котлетой. Кто будет что есть? Нет, что-то не сейчас немножко не принесли, так много гречек. А мне нравится. На тебе греческий салат. Ой, греческий салат. Не греческий, а это какой салат. Как он называется? Цезарь. Все, ешь. А ты что будешь? Что ты хочешь открыть, сынок? Ай, Ани. Ай, Ани тоже. Стефани, да. Стефани тоже ешь. Мама, мама, пипи, пипи. Мы уже вернулись, поели дома. А теперь надо все померить, показать, что мы маме купили. Сейчас я вам расскажу, сколько мы сегодня пенсии маминых потратили. Давай, мама, одевай. Вот ботиночки классные вообще. 294 рубля они стоят. Взяли на завязках, чтобы ей нога свободно находилась там в сапожках. Было комфортно. Да, вот видите стоимость их. 294 рубля. Но еще была на них скидка. 30 процентов. В итоге они нам вышли 205 рублей. Пока мама одевает, я вам сразу покажу, что еще купили. Купили перчатки. Вот такие. Они стоят 26,73. Вот такие простые, вязаные купили, говорю. Они легко надеваются, комфортно в них тоже. На смену, да? За 9,90. И вот такая шапка. Шапка женская, серенькая. По цене она 59 рублей 40 копеек. Так, давай. Так, давай. Все. Ну, привыкнешь, ты будешь потом знать, как оно застегивается. Это сразу то, что низко не совсем удобно. Ой, при таком освещении видно гораздо лучше, конечно. Цвет очень красивый, темно-синий, приятный. А это еще вот такие тапочки мы ей купили. Надо было нам заменить одни, которые у нее есть. Уже не совсем красивые, поэтому новые купили тоже. Они что-то 17... А не, не 17, а 20,79 цена ее. А мама все икает, как будто бы... А мама еще на цены смотрит, потому что мама никогда так не купила одни. Да, мама говорит... Она когда увидела стоимость пальто, она такая... 800 рублей, пошли отсюда! Да. Не, ну, конечно, 800 может и дороговато, но учитывая, что скидка, мы его купили за 560 рублей. Сейчас мы подобьем, мама, сколько мы потратили. Мамины три пенсии, я сразу знаю. Мамины три пенсии, да. Вот, сходили один раз в магазин и отдали мамины три пенсии. Мама, хорошо, что они твои пенсии отдавали, правда? Да, мамам за свои пенсии, да. Да, вот, смотрите, какая у меня Вера Андреевна красавица. Да, теперь я. Ой, видите, а задается деловая. Давай, одевай свою шапочку. Ну, шапочка не самая там красивая, но мы купили, потому что... Говорю, ну, пускай новая будет уже, чтобы... Выше стала. Выше стала, Стефаня говорит. Потому что, да, давай, смотри. Да, 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 стройнит. И давай перчаточки. Все, у меня Андреевна готова к любым морозам. Все, ей ничего не страшно. Все как надо у него. В ботиночках новеньких, в пальто новом, шапочка новая, перчаточки. Вот я знаю, что еще думаю, с сумкой у нас дела как обстоят. Что? Я-то вспомнила, но промолчала. Вот думаю, на сегодня стоит. А я вот, слушай, да, я и забыла, что сумка тебе еще нужна. Девчонки, в следующем видео будет покупка сумки, да. Смотрите, мамулик какой у нас. Да. Все, мам, красота. Ну что, друзья, на сегодня буду говорить вам всем пока. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Да, вот мои дети тоже вам говорят всем пока-пока. До встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока. Я вот так тебя снимаю. Ну, Юля, вот так вот, да. Он расстроился, что я его не показала. Да, мой хороший. Сладенький мой. Пока-пока. Ты мой хороший. Пока-пока. И доченька еще должна сказать. Пока-пока. Да. Пока-пока. Все. Пока-пока.